Доброе утро У нас сейчас завтрак. Яра будет кушать кашу, Яра будет кушать кашу, Яра будет кушать кашу. У нас сегодня вторник. Сегодня отменили Яра Манка. У меня молоко убежало. Ну и так вроде сейчас помну. Она не такая, не густая. Завтра у тебя бассейн. А сегодня у нас отменился. Сейчас очень много таких отмен, потому что все болеют, все заболевают. И у нас очень высокая заболеваемость в городе, поэтому отменили детское. Поэтому у нас отменили. Я сам Я Могу. И мы еще сидим минимум две недели. Сказали до середины февраля, а там возможно и до марта. Потому что из-за эпидемиологического состояния, обстановки, не надо начинать визжать. И так мне тоже настроение тошное. Получается, что мы встретили одного педагога. Она сказала, что при заболеваемости более 30% детей по области, то они будут отменять. И они отменили. То есть у нас больше по 100 тысяч болеют детей сейчас. И поэтому кладистанционку не переводят. В основном классы закрывают. Если, по-моему, половины нет на занятиях, то закрывают очень много. Оля не болеет, но остальные болеют. У меня даже ногти влечены. Не могу попасть к мастеру. Мастер болеет. И пока мы сидим. И получается, короче говоря, вот так вот. Поэтому я сам Я Могу. У нас тоже не будет пока что. Лошадей мы сегодня не поехали, потому что педагог тоже тренер. Она болеет. Она с прошлой недели, вот уже вторую неделю болеет. Короче говоря, вот так вот. Пока только бассейн. Лыжи на четверг тоже отменил. Потому что тоже там какие-то свои проблемы. Ну, не знаю. Может быть, перенесем, если будет возможность на пятницу позаниматься. Не знаю. Пока не буду планировать ничего. Как получится. Потому что бассейн тоже ребят переводят, изменяют. Тренер не может сидеть каждые полчаса. Ну, если нет занятий, не может сидеть в воде. Поэтому переставляют. Расписание меняют. В общем, не знаю, что же он за лист. Посмотреть, что там с расписанием. Короче, вот так вот. Так что вот такие наши дела. Так что сейчас покушаем. Пойдем. Ну, что-то ночь такая была плохая. Ужасно. Я почти ненормально не спала. Он сначала не мог заснуть все. Потом под утро подскочил. И я с ним, естественно, кручусь. А что у тебя опять кислое лицо пытаешься? Ну, что это? Что? Из-за чего? Просто состояние вот такое хочется плакать с вечера, да? Поплакать охота? Опять папа. А что папа-то? Ну, папа на работе. Ну, не начинай. Не надо папе твои слезы. Он работает. Пускай работает. Ночью все ему папу подавай. Папе на работу с 6 утра вставать. И вот он вот с 2 ночи. Я уже с ним сидела. Потом чуть попозже. Сегодня, конечно, не забуду, расскажу про проблемы со сном. Что у нас происходит. Почему? Ну, потом, может быть, перейду туда и поговорим. Чуть попозже. Сейчас, пока мы кушаем. Если сделала бутерброды с помощью яры, мне тут мазал масло, сыр. Я пытался нарезать, если я сделала сливочную, икра, и такой голландский, и кофе. Будем кушать. Мы сегодня будем печь с тобой шарлотку? Яр, шарлотку будем кушать, делать? Яра, а что будем? После бассейна, бассейн завтра. Сегодня бассейн у нас. Придем, и что? Шарлотку. Вот и завтра будем печь шарлотку? Да. После бассейна придем, мы будем печь шарлотку. Яр, все не глотай, пожалуйста. Еще заканчивай истерику. Ладно, мы завтракать. У нас уже почти 5 часов. Уже, видите, как темнеет сразу быстро. Я сегодня просидела за работой практически почти весь рабочий день. Сначала у меня надо было закончить статью. Я, правда, Емельку просила, чтобы она мне написала. Но добавки делала, потом там вставочки. Потому что статью надо писать, статьи днем. Ну, как бы, как днем, в тишине. А у меня не получается в тишине. Яра начинает обязательно. Я говорю, Яра, ты не можешь эти уроки делать спокойно один. Я тебе сразу нужна. А когда, говорю, я остажусь с тобой уроки делать, ты начинаешь сразу сбегать. И я поэтому сказала, говорю, Яра, дай, дай хотя бы. Ну, в общем, чтобы этого не было, сейчас у нас как-то Емелька мне помогает. Я ей даю материалы, она уже собирает. Но там надо было добавки делать. И я уже сама добавила, пока откорректировала, отправила. Потом села по второй уже работе своей, которой я вот в фонде занимаюсь. Прокуратор проекта. Спрашивали девочки, вот эти маменькие радости. И получается, надо было распределить. Еще надо, правда, не до конца доделать. Я пока закончила все таблицы. Сделала, чтобы наш основной куратор, Калужки, могла отчитаться перед Москвой. Кто там, что, чего, сколько было проведено. Ну, вот, и, короче говоря, что еще? Поговорила с куратором, вот, по телефону надо было. И заполнила таблицу за февраль, потому что мы уже закрыли запись. А теперь мне надо будет связываться уже с мастерами, им давать эти все данные, распределять. Ну, в общем, просидела. И сейчас быстро, правда, села, смонтировала вам ролик, потому что, думаю, надо это отставить. У нас хорошо, ролик до 28 числа, а сегодня уже 1 февраля. Думаю, тоже так неинтересно, когда потом опять начинаются. Я забываю темы, потому что, думаю, завтра расскажу, и темы уходят через день, через два уже. Они потом как-то не совсем актуальны бывают. Короче, вот так вот. Так что сейчас кормлю. Ты встал? Что-то у нас свои мельки опять с ней посел. Я, кстати, прочитала, что при омикроне очень тяжело вот это вот восстанавливается. Силы. Надо пить на отропчике. Попьешь, может быть? Чего глаза такие косые? Эмиля говорит, давай хотя бы цинк, давай это, давай витамин С. Вот у нас что, Эмиля, что Андрей? Сидят, умирают, типа, ой, плохо, все, умирают. Тут у меня, это, да, типа, тяжесть, усталость. Но когда я начинаю давать таблетки или еще что-то, у меня только два друга таблеточника. Это Сима всегда за любую таблетку. Глубо говоря, любая тусовка, кроме, говорит, колодовки, да, какая она говорит, да, типа, есть такой этот. Вот. И Яру, рот открыл, ему запихнул, глотай. А Сима, вот, и сами, давайте ей все, что можно. Она и магний любит. Я, правда, не даю, но она вот прям аж запах, там, и где запах валерьяна, если, естественно, это учует. И там Андрея вот эти, от давления, она их прям, в общем, умирает. Любитель. Вон, дерутся, сидит на столе. Эмиль, ну, убери-ка шакас со стола-то. Зачем? Как зачем? На столе зачем она у тебя? Она ее приучает, потом Андрей ее отучает. И у них, в общем, такие бои. Сима, слазь со стола. В чем проблема? Протерк стол. Сима, со стола слазь. Сима, Сим. Сима. 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 Готовить оладьи. Опять оладьи. Вот так вот. Так что сейчас я ее покормлю. Нам надо Эмилькину комнату закончить, но я Эмилю никак не могу заставить, чтобы она оттуда теперь все вытряхнула. Она туда зашла со своим матрасом и теперь живет на матрасе. У нее жизнь половая там. Все, на полу. И все, ей больше ничего не надо. А я говорю, давайте все оттуда вытаскивать. Всю жизнь она прожила, понимаете? Всю жизнь она прожила на матрасе. Всю свою сознательную жизнь. И в детстве. А еще не сознательную? Я прожила на одном диване с двумя людьми. Так что знаешь. А в детстве до 10 лет у тебя кровати не было своей? У тебя даже комната была. Крован, где на первом этаже живет бабка. Спит бабка. У Эмили всегда была своя комната. Но там постоянно приезжала бабуля у нас. Ну, своя комната, в которой всегда жила. И бабуля там всегда оставала. Причем, что даже у нас была трехкомнатная квартира. У Эмили была комната, она была как типа зал, где мы спали. У бабули была такая спальня. У нее своя комната. Это когда мы у нее жили. У нее была своя, как бы вообще, да, это ее еще спальня. Все, но мы туда не пошли. Мы с Андреем стали жить в этом зале. А Эмильке, просто когда мы жили у бабули, у нас там была двухъярусная кровать. Потому что мы жили, когда мама болела моя, у нас в одной комнате мама жила, а в другой комнате жили все мы, да, из-за нее. И там мы ставили двухъярусную кровать, чтобы было вот как-то удобнее. Куда-то что-то складировать, кто-то, чтобы мог спать, лечь внизу. И эту кровать забрали потом в комнату туда, в квартиру. И самый весь прикол, что баба Таня, она когда приходила у нас с работы, она всегда обязательно ложилась и спала. Или у нас, но я тогда потом еще беременная ходила, мне надо было полежать. Она всегда у Эмильки в комнате спала на этом первом этаже. Вот не знаю почему, в чем такой был прикол. То есть не в своей комнате она никогда не хотела спать, отдыхать. У нее комната была просто там всегда закрыта. А она вот тусила у нас в этой, с Эмилькой. И потом они тусили вдвоем в комнате. В общем, вот так вот постоянно тусовка у них была общая. Я никогда в своей комнате не была. Да правда, у меня никогда не была в своей комнате. Ну, на разе она же была. Но это не называется своя комната. Это не своя комната. Это общая комната. Ну и на Потандарте мы тебе комнату тогда сделали. А потом бабуля переехала туда опять к нам. Она сразу... То есть мы потом уехали от бабули и стали жить на Потандарте. Да, уже в моей квартире. То есть мы опять же жили в одной комнате. Я, Андрей и Яра с нами. А Эмиля была своя комната. Ну, как бы отдельная комната. Но в итоге, да, она потом... Бабуля где-то через недельку опять к нам перетусилась. И опять они спали в одной комнате. Опять она у нее спала там. Ну, практически и жила получается. Вот так вот. Ладно. Все, будем кушать. Давайте не будем о грустном. А то уже губки надулись. Вот. Поэтому будем сейчас покушать. И давай надо делать. Там осталось-то ерунда. В линолеум поднять. Поклеить его, приклеим. И обратно положить. А потом заставить всю мебель туда, да, поставить. Ну, что есть, по крайней мере, на данный момент. Дальше смотреть уже, что там нужно. Шкаф нужно, но она не хочет. Надо химчистку, матрас. А, матрас, химчистку. Шкаф надо, по идее. Ну, как такое будет? Вот у тебя вот такая открытая вешалка. Я предлагаю, как его комодный вариант такой. Как раз его будет сверху, как стол. И будет комод, чтобы шкафчики сложить. Но вот нет. Открытые только полки. Минимально, чтобы вообще ничего в комнате не было. Нет, потому что я не вижу ничего. Если что-то закрыто, я не вижу. Не забываю, что он существует. Надо видеть все. В смысле? В прямом. Поставила сейчас котлетки. У меня были замороженные. Пожарить куриные. Пускай обжарятся. И потом, так на маленький огонь, чтобы они сразу, потому что они были замороженные. Поэтому они как типа и парятся, и жарятся одновременно. А здесь осталось у меня еще вот этот вот, когда были фрикадельки от перцев. Я себе положила, сейчас сюда тебе чайок налью. И из чесночок достала. Вот. Им со сметанкой. Будем сейчас яро кушать. Яро кушает суп. Хлебушек. Сейчас сметана. Давай. Давай. Состояние истерическое. Но ничего. Мы справимся. Мы с это тоже пройдем. Да, малыш мой? Вот. И, короче говоря, я даю себе такую, честно говоря, разгрузку. Вот. Когда Андрея нету, я, знаете как, и мы кушаем, ну, в такой больше лайтовом режиме. Могу какие-то блинчики, оладушки яйца приготовить. Или яйца с чем-то. Да, вот такое. Более. Там сейчас вот гречка. Котлетки пожарятся. Гречку будем доедать. Попозже у него еще творог есть. А мы с Эмилькой в основном какими-то вот перекусами. Я, правда, доела сегодня авокадо, но она вчера кушала свои две штучки. Немножко в этот раз неудачный хаос. Они как бы были, ну, ну, это явно вот в магазине у нас в Ашане. Место такое, вот место, ну, как бы они поштучно лежали. И их прям видно помятые. За счет этого слишком, я знала, что Эмиль уже его не будет кушать. Она вчера одну тоже стала, она говорит, он прям аж черный. Вот. Немного, да, конечно, обидно. Потому что они были не совсем дешевые. По 70 рублей штучка. Ну, со скидкой, но по 70. Вот, поэтому, ну, как бы, если учитывать, что я раньше брала за 100 рублей две штуки, а это за 99, да, а сейчас получается, ну, 70 и 70, это 140 практически, вот. Короче говоря, поэтому сейчас вот так покушаем. Эмилька тоже на каких-то перекусах. Что-то она там, она до этого ела, да, она, по-моему, икрой ела, еще что-то там у нее. Она так, это сама, сейчас она сидит за компьютером. Уже у нас почти полшестого. Давай, Яроль. Поздно кушаем, но у нас, получается, у Яры был поздний сегодня завтрак. Поздний такой обед, перекусы были. Сейчас вот уже такой, получается, третий прием пищи. Просто он вчера почти уже 2 часа ночи, наверное, было, он все не спал. По 2-го ему все не спал, 2 не спал, потом в 5 не спал. Что, до полседьмого, и потом, Яр, до полседьмого, наверное, до 7, вот он потом отключился и почти в 11 проснулся. Ну, и я с ним, потому что всю ночь вот на таких этих, и уже утром, честно говоря, думаю, нет, пока он спит, и я сплю, отдыхаю, чтобы хоть как-то себя немножко восстанавливать. Чтобы вот эти головные боли я заметила, как только у меня идут недосыпы, когда у меня нет ночью нормального сна или нет какого-то периода, чтобы поспать, ну, как-то качественно боли, то у меня начинаются и головные боли очень быстро, часто мигрени вот эти прямо, они сразу прихватывают. Поэтому, тоже почти, я 11, начало 12-го, я встала уже, Андрей уже ушел на работу после 7-и, я уже слышала, дверь закрылась, все, Яр потом отключился, и я уснула, думаю, нет, надо поспать, потому что, получается, я где-то в 3, начало 4-го, пока легла, уснула, потом вот он подскочил, я опять около него сидела, почти с полшестого, да, говорю, да, думаю, нет, мило, отдыхай. И поэтому кушаем мы так сегодня, вот, сейчас котлеты пожарю, без салатов, без ничего. Мы вчера капусту, если честно, я пошла в Ашан и забыла, мне именно нравится она, я не стала брать в Глобал, хотя она вроде как бы считается фирмой покруче и лучше, но мне не нравится эта капуста, когда квашеная, слишком закисленная, а вот в Ашане она такая, знаете, она как будто бы еще свеженькая, она не кислит. Мне у них она больше нравится, квашеная, хотя мы всегда раньше сами квасили, мы сейчас не до закваски, не до засолок, честно говоря, заквашивать по чуть-чуть смысла не вижу, да, тратится, а по многу нам оно, ну, даже хранить негде. Кушаем, а, Яр, давай кушай, Яра, Яр, кушаем, Яра, да, поедим быстренько немножко, давай, поставила на всю сторону. Кушаем? Ну что мы сейчас, в принципе, Эмили подметают, мы сейчас опять выбрали все из комнаты, вот, только Сима осталась, Яра и Мика. Дерется, не выходит из комнаты, вызывали. Выходи, выходи. Яр, беру его! Нет, 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 нет. Не пускай мне выходит. Яра, ну ладно, Яра. Яра, не! Так, ну что, мы в принципе все сделали, я пока собирала видео. Мы все сделали. Да, мы все сделали. Ну, замок руководитель, в принципе, хотя здесь собирал весь мусор Яр. Эмили подмела, сейчас отрезала здесь кусочек, и мы сейчас будем клеить. Сима отсюда не выходит. Яра выходит, но периодами заходит. Опять, на самом деле, пошел другой кусок там. Сима, потом ты будешь опять всю ночь выливать. Аккуратно, Яра, аккуратно. Яра сказала, что он здесь... Чем ты делаешь ремонт? Лимолеум, он говорит. Лимолеум, ты делаешь? Лимолеум. Лимолеум. Ну, хорошо, ладно, давайте делать лимолеум. Дальше. Потом покажем конечный результат. Правда, конечно, мы погорячили с одной банкой. Ее явно не хватает. Только на половину. Потому что сначала мы рассчитывали, что мы будем... Ну, они тоже сказали точками клеить. Полностью не надо. Но в итоге решили, что практически вот так вот полностью мазать. Потому что, ну, все-таки это пол-экалинолеум. Дальше куда-то подвинется. Оно скомкается в этом месте. Пустота будет. И явно не хватает всего одна банка. У нас так что сейчас половина сделала. Второй половиной, сколько хватит. Ну, явно не хватит. Жалко. Не, не, пока туда не лезь. Я... Сима у нас, конечно... Симу не пускай. Яра хозяева должна выйти оттуда. Давай, подвигайся. Я тоже отодвигаюсь. Я тоже отодвигаюсь. Отходи. После меня? После тебе. После тебе. После тебя, надо сказать. Отходи. Я вышла на улицу. Ой. Каток. Вроде было тепло от него. А сейчас холодно. Вышла у меня в аптеке заказ. Хочу пройти, посмотреть. Прогуляться просто уже в свежем воздухе. А ветерок так себе холодненький. Очень даже. На улице вроде ничего. А дома, смотри, такого пусика, потому что мне куда какие-то сиреневы отдают. Ну, у меня гемоглобин поеду страдает. Ну, наверное, потому что дома сижу, тоже из этого проблема получается. Сейчас нам пойти железо опять купить, докупить. А в аптеке я. Так я не рассказала, кстати, что я купила. Вот. Ну, я сейчас цинк пью. Все пьют у меня. Потому что тоже такая обстановка. У меня очень здоровая. Все подряд заболевают. Масть очень высокая. Ну, чтобы немножко поддержать. И просто хочу прогуляться, а то устала я уже от них. То Эмиля истерит, то Яра истерит, то они вместе истерят. Сейчас Яра больше стала разговаривать. Больше активности такой. Ему все надо. Ему везде все хочется. И получается все в теме везде. Эмилька и надоедает. Она быстро устает от этого. И тут свои все обиды вечные. Психологи в свое время хорошо поработали у нас. Вот. А мы сейчас расхлебываем. Поэтому, в общем, думаю, я пойду лучше. Мы линолеум поклеили. Так, сколько хватило клея. Сейчас она там кладет шкафчик свой. Там что есть, пока мебель раскладывает. Поссорились? Ну, не поссорились. Я вам сказала, она матрас. Честно, я так запачкали. Вот сейчас, пока месяц был, нужна теперь чистка. Я говорю, зачем мне так надо было пачкать? Ну, вот таскали, вот здесь. Говорю, надо было постелить. У нее хорошие есть простыни с резинками. Ну, да, буду я на грязный матрас стелить. Хорошую простыню, вот позицию. Мой граф такой весь, как будто пятнами с желтыми. Ну, в общем, ладно. Чуть глаза слезятся. Пойду я уже до аптеки. Мороз видно сильный. Хорошо. Так, я пришла, сейчас пошла прогулялась. Ну, я взяла себе... Что я взяла? У меня такие, кстати, витамины простые. Мне они нравятся. Они очень вкусные, прикольные. Они недорогие. И, в принципе, в то же время все равно они дают эффект. Скорбинка. Это я и Андреев кидаю. Так и самим поглотать, когда мне они нравятся. Расторопшую взяла немножко пропить для своей печенки. Вот. И мальтофер. Потому что, смотрю, опять у меня что-то я вот сегодня, вчера, я как-то перед неделю уже не пью железо. Что там у тебя? Сейчас покажу, да. Не знаю, видно, не видно. Как будто опять такой синий ободок, не знаю, появляется. Яр, перестань кричать. Яр, перестань... Яр. Молодец. Ну, не надо бы такие истерические мыть. Ты молодец. Ну, подавляю, все по времени. Поэтому опять железо. А потом надо будет пойти вообще поздавать. Но у меня по всем анализам только, получается, железо не в норме. Вот. Но оно у меня всегда не в норме. Соли для ванн. Просто они были очень такие, в принципе... У них такие запахи обалденные. И всего 49 рублей скидка была в атаке. И я сегодня была без Андрея. Андрей мне в основном говорит, не надо, там не разрешает что-то начинать. А я себе в ванну. Мне нравятся вот такие всякие. В принципе, здесь даже больше запах. Так как думаешь, что расслабляет мышцы, связки. Хорошо, Яр. Но здесь больше ароматизированные. Я так думаю, что не столько внутреннее что-то состояние. А сколько... Сто, Яр, сейчас из него состоит. Яр, я покажу. Подожди сюда. Оставила его заниматься. Естественно, кто бы занимался. Ванна. Просто соль. Баден-баден. Типа... Уж у нас бергамот, макадамия. Обогащена маслами бергамода и макадамии. Как я поняла, состав вот соль, термальных источников. Ну уж, насколько не буду врать, маслом бергамота. А здесь, я так думаю, что здесь грейпфрукт, мята. Ну, запахи, кстати, очень классный. Соль термальных источников. Дай понюхать, что я. Здесь как-то сильно... Здесь поменьше. Здесь эфирные масла лавры, вербены, мускатного ореха, соль мертвого моря. Но вот такие всякие штучки мне нравятся. Я как бы делаю себе. Ну, сейчас, в основном, я очень мало купаюсь в ванне. В основном, быстро-быстро и выскакиваю. И взяла себе вот эту либлидер. Либлидер. А, сейчас открою я. Это просто возрастная сыворотка для лица. Уже лицо надо питать. Покажу потом, чем... Напишите, если интересно. Я вам покажу, чем я занимаюсь. Единственное, что здесь надо с... СПФ-30. Ну, я для этого взяла у меня из пантенол дневной. Яр, ну, подожди, пожалуйста. Вот. И у меня еще есть... Ну, кое-что, я потом это покажу. Ну, вот так вот. Ну, и ребятам я взяла, купила... Более на скидках. Фрукты в желе. Мне нравится такие вещи. Тише. И, короче говоря... А Эмилька там сидит, играет. Она попросила микрофон. Она у нее микрофон забрала с жук. И знаете, что сделала? И пошел, закрыл табуреткой дверь. А это... Сейчас Эмиль там кладет свои вещи. Это она сейчас куда-то надо все снимать. Милья менять ей. Короче говоря, а здесь у меня кучка... Все, Яр, только звуки вот эти. А это надо сейчас еще все разобрать. Это все чистое. А там стоит стирка. И еще вешалка огромная. Давай, садись, уроки свои доделай. Ты географию не доделал. Садись за стул. Все молодец. Все хорошо. Но эмоционально у нас, конечно, такая нестабильная. Во что ты будешь играть? Во что? Ну, играй. Это он специально сейчас просит играть, чтобы не отдать ей микрофон, и чтобы обратно я его подключила. Вот такие у нас сейчас начались. Мое, твое. И целый день бои, бои, бои. Чуть ли не до драки. У меня уже вот этот он, боец, вырос. И он на миг сейчас этот... Гонит постоянно. Что она ему не дает, разрешает, а он сразу в бой к ней идет. Не смешно. Она девочка. Она легче тебя. Она нижнее тебя. Она слабее тебя. Ты должен ее защищать, а не драться с ними. В общем, вот так вот. Идиллия. Один здесь закрылся, но я пока сейчас открыла дверь, потому что буду сейчас раскладывать, разбирать. Сима здесь лежит у нас. Сейчас я постель все буду. И второй там сидит, играет. Тишина и благодать. Закрылись дверьми в разных комнатах, и сидят каждый сам по себе. Да, Симоша, давай раскладывать вещи. Нам с тобой пахать. Все, здесь все чистенько. Ярико, постелька готова. Сейчас такое одеяло. Постелю еще сюда. Питара его, подушки. При любом условии он спит вот туда, прям носом. Ложится и спит все время там. Сейчас я разбираю постельное, которое там немножко осталось. Надо сейчас вешалки там снять. И промежуточное покажу вам видео, которое я сняла до этого. Чуть-чуть кусочек назад. Момент. Здесь. Ну вот, вот. Теперь пиши здесь фамилию. Дальше. Пиши, пиши. Снимаю. А? Снимаю, снимаю. Пиши. Че хнушь, я снимаю? Давай. Я уже практически разложила. Давай. Мэй. Угу. Хэ. Я пиши правильно. Ты просто сказал пэ. Я тебе говорю хэ. А-а-а. Сам себе диктует. Попросила написать, что я ему написала. Правда, переписано. Он уже переписывает. Раньше даже не. Пиши, пиши. Да. Потому что это... Нет, это будет Михаилов. А у тебя И. Здесь видишь, какая штучка. Надо И. Вот эта буковка. Угу. Молодец. Вот. А сейчас Яра продолжает. Теперь он создает аккаут себе. Свой имейл, да? Угу. Молодец. А. Я написал. Написал. Молодец. Дальше давай теперь. Теперь выбирай. Дата рождения. Вот здесь надо нажать. И вот на себя нажимай. И будешь выбирать, какой у тебя день рождения. Когда у тебя день рождения. Какой день. Вот здесь нажимай. Вот. А теперь листай. Вниз. Останавливаешься там, где у тебя день рождения. Опусти руку. Что ты за бабушка? Год какой. Сим, я тебя хочу огорчить, что ты не настоящая мышь. Это игрушка. Сима нашла. Вот. Симу у нас поймала мышь. А в Сирии плачет. Плачет, кричит, таскает. Сим, это не настоящая. Мы не дали играться. Но он плачет. Мышку. Она теперь везде бегает. Это теперь Эмиля пока заберет все теперь в комнату. Теперь вот такой у нас развал здесь. Она все выклала. Эмиля забыла, все бросила, пошла играться. А Сима бегает, плачет. На, Сим. Что, умерла мышка, что ли? Мышка умерла? Она ее в зубах принесла и плачет. Она ее плачет. Потащила, потащила. И несет туда в комнату. Ну, Эмиля пока постелила, я ее вот так. Ну, здесь ничего нет еще. Ну, что, просто я бросила сюда матрас, чтобы она... И она ей накрывала. Смотрите, мы сейчас иду, Яр. Пока мне только вот шкапчик один осилила, поставила сюда. Ну, это все временно, конечно. Я пока мы с ней боремся. Я ей говорю, стол. Она говорит, нет. То есть, как бы у нее есть ноутбук. Вся работа с ноутбуком, все занятия с ноутбуком. Стол ей не нужен. Сейчас все, в общем. Для ноутбука тоже стол не нужен. Короче говоря, она не знает, у нее здесь целая серия книжек. Не знаю, потом не будет ругаться, что я показываю. Твои книжки можно показать? Я не слышу, мам. Твои книжки можно? Я не могу сейчас. Книжки твои можно показать? Нет, потом. Ладно. В общем, вот так вот. А? А это вот. А, это не книжки. А это здесь с мышью, со своей. Слушай, Симон, это не мышь. Она прям как будто с мышью борется. Молодец. Какой у тебя пол? Мужской или женский? Мужской выбираю. Вот здесь вот, видишь, две кнопочки. Мужской или женский? Надо нажать там, где твое мужской написано. Где мужской написано? Мужской. Кнопочки у тебя в начале, видишь? Где написано мужской, там встать. Так, ну все, сейчас мы будем... Субтитры создавал DimaTorzok. Теперь на YouTube канал. Так что ты хочешь-то? Ты написал, Ярослав? Уже пропусти этот. Зачем тебе микрофон? Не нужно. Тебе надо просто здесь написать Ярослав. Пиши, Ярослав. А, микрофоном хочешь? Я... Язык спрячь. Я распрячь язык. Пиши, Ярослав. Ты хочешь на халяву, быстрее? Ярослав. А там не будет, я запретила взяла. Ярослав. Я не вижу, Яру, я вообще перестала видеть, когда в темноте вот так вот. Надо с при настройках браузера давать ему добро, Яр, где-то здесь. Ну пока напиши просто. Тебе нужно писать-то тебе легче, Яр. Напиши, Ярослав. Вот у тебя Яр. Уже вот, Ярослав. Ярослава. Убери, будет Ярослав. Ярослава. Вот, пробел. Да? Ярослав там? Да. Ой, стоп. Пробел. Напиши, Михаил. Напиши букву М, и у тебя получится. Вот, смотри. Всё, вот, Михайлов. Ищи. Вот твой канал. Нашел? Доволен? Ну, счастье. Подписаться. Подписаться. Колокольчик поставить. Не забудьте. Подписаться и поставить колокольчик. Все оповещения. Чтоб колокольчик был чёрненький. И тогда вы будете все наши ролики никогда не пропустите. Подписаться. Подписаться. Молодец. Так, кушать. Вы. А вы подписались? Мать нахимичила. Давай, а ты говорите. Вы подписались. А вы подписались? На наш канал. На наш канал. Как? Говори. И нажали на колокольчик. Ну, ты нажал уже всё. На всё, да. И вот здесь нажать надо, чтобы было вышло всё. Вот так. Вот так. Молодец. Я буду за тебя биться. Я буду для тебя небом.